Здравствуйте! В эфире выпуск новостей программы «Время местное». Меня зовут Светлана Кель. Я и мои коллеги расскажем вам о событиях выходных и понедельника. Начнем выпуск с краткого обзора его тем. В повестке 22 вопроса. Состоялось очередное заседание Городской думы. Очередное дежурство по городу. На этот раз это был житель города Игорь Букин. На Ямале продолжается акция «Теплый день». Все, кто решил поделиться теплом, приносили заранее выбранные подарки, которые потом отправятся адресатам. Про инновации и открытия ярко и доступно. У нас прошел Всероссийский фестиваль наук «Наука 0+. Официально открыт. Ледовый городок на площади Владимира Нака сказочно сдан в эксплуатацию. Ледовый центр «Авангард» в субботу и воскресенье принимал игры ночной хоккейной лиги, а полярный – соревнования по футболу. Сегодня в законодательном собрании Ямала-Ненецкого автономного округа проходит форум депутатов представительных органов муниципальных образований региона. Цель – обмен опытом, предложение законотворческих инициатив и присутствие на ряде обучающих практикумов. Репортаж Дарьи Самородовой. Форум объединил единомышленников, общая задача которых – повышение качества жизни ямальцев. Серьезные результаты достижимы только в случае, когда представители всех уровней власти являются партнерами. Такая встреча депутатов позволит найти полезную для работы информацию, обсудить актуальные проблемы, а еще раскрыть свой потенциал в законотворческой деятельности. В течение месяца мы посещаем регион во время проведения региональных недель. И, конечно, мы всегда встречаемся с муниципалитетами, встречаемся с депутатами и общаемся с такого рода вопросом, актуальных для региона. И, конечно, для нас нужны инициативы, в первую очередь, с которыми мы будем потом работать в Государственной Думе. Именно благодаря такому общению рождаются инициативы, которые в будущем рассматриваются на федеральном уровне и становятся законами. Как пример, Владимир Пушкарев приводит экологический проект в будущее Арктики. Это тот проект, который реализуется у нас на территории Маломенецкого округа. И как итог этой работы, кроме убранных большого количества несанкционированных свалок, конечно же, это и законодательные инициативы, и в том числе предложения для постановления правительства. Мы направляли такие обращения в Министерство природных ресурсов, по ним работают. Ну, вопрос, он как бы не решается очень быстро, но тем не менее он движется. Сегодня первый день форума. Открыл его первый заместитель председателя Заксобрания Виктор Казарин. Он рассказал присутствующим об основных направлениях межпарламентской деятельности Законодательного собрания Ямала. Отметил, необходимо, чтобы субъекты федерации компетентно участвовали в решении общегосударственных вопросов, а другие, в свою очередь, учитывали интересы регионов. Форум подтвердил очередной раз, что есть такая потребность встречаться, общаться, обмениваться опытом. Работа основная еще продолжится. Это было, так сказать, кулинарное заседание, где мы ввели в курс дела, что, так сказать, некоторую теоретическую часть посвятили, как вообще устроена работа по вертикали, по горизонтали. Ну и те предложения, которые прозвучали с мест и будут еще звучать, мы их возьмем. Будет подготовлена резолюция и мы их возьмем в проработку. А таких вопросов много. В частности, депутатов интересует утилизация ТКО, запреты различного рода табачных смесей. Сегодня ведется совершенствование нормативно-правовой базы на местах в рамках законодательных инициатив, которые приняли мы на региональном уровне. Приводится в соответствии законодательства. 131-й закон постоянно находится в динамике. И, конечно же, у каждого есть еще своя специфика. Каждый на этом форуме поделится своими достижениями. Я думаю, что это послужит дальнейшему совершенствованию нашей всей нормативно-правовой базы. На форуме присутствуют депутаты разных уровней, в том числе обновленный состав депутатского корпуса города Лабытнанге. В первую очередь Лабытнанская команда приехала на этот окружной форум для того, чтобы получить новые знания, так как здесь будут серии лекций, которые расскажут нам о дополнительных каких-то, может быть, механизмах. Ну, то есть это даст нам опыт. На второй день Лабытнанской делегации мы будем докладывать, выступать. В частности, я буду рассказывать про городскую среду, как у нас в городе Лабытнанге реализуется на сегодняшний день данный проект. И, скажем так, с удовольствием, да, с показом слайдов, потому что у нас в городе Лабытнанге есть про что рассказать. Сегодня это был экскурс, теоретическую часть. Уже завтра участники форума приступят к практической деятельности. Они обменяются лучшими практиками, которые зарекомендовали себя в муниципалитетах. Также на расширенном заседании Координационного совета депутата окружного парламента поделятся практикой работы депутатских объединений Всероссийского совета местного самоуправления, а также механизмами взаимодействия органов власти и населения в управлении государством. Дарья Самородова, Эдуард Захаров, программа «Время местное». В Лабытнанге состоялось очередное заседание городской думы. В повестку дня было включено 22 вопроса, затрагивающих различные сферы жизнедеятельности муниципалитета и горожан. Подробности в следующем сюжете Ирины Волокитиной. Перед началом заседания народные избранники отметили важное событие в жизни страны. Накануне одна из политических партий России отметила свой 30-й день рождения – либерально-демократическое. В прошлом году в городской думе была создана фракция ЛДПР, которую возглавил Игорь Воробьев. Евгений Зуйков вручил ему памятный адрес. За этот пусть и небольшой срок, и показали искреннюю заинтересованность в развитии города, принятии решений, направленных на повышение качества жизни в ЛДПР. Наша совместная работа – показатель эффективного и конструктивного диалога. В повестке заседания 22 вопроса. Первый из них касался принятия в новой редакции самого важного документа муниципалитета – устава. Перед этим его представили на публичных слушаниях, напечатали в городской газете, детально изучили на заседании думских комиссий. Возражений у народных избранников не было и на этот раз. Устав утвердили единогласно. Вопросы, рассматриваемые депутатами, касались разных сторон жизнедеятельности семи лиственниц и повышения благополучия горожан. Народные избранники уточнили и бюджет города этого года, и изменения в генеральном плане муниципалитета, и условия предоставления разрешения на ведение земельных работ, и новый порядок расчета аренды земельных участков. Плата за их пользование складывается из кадастровой стоимости и определенной методики расчета. Решение думы шестилетней давности о ставках и коэффициентах для расчета арендной платы за земельные участки нынешние депутаты признали утратившим силу. Размер арендной платы за использование земельного участка определяется по единой форме, в которой применяется ставка в определенной соответствии с разделом и порядка, и коэффициент аренды. В связи с чем ставки и коэффициенты установлены решением городской думы от 16 октября 2013 года по номерам 537, и расчета размер арендной платы с 01 января 2020 года применяется не будет. Один из вопросов повестки установления коэффициента строительства за использование земли по договорам участков, находящихся в муниципальной собственности, и тех, на которые государственная собственность не разграничена. Проект решения был разработан в целях совершенствования земельных отношений и осуществления мер экономического стимулирования национального землепользования. Предлагается принять коэффициент строительства при расчете размера арендной платы в случае, если строительство объектов земельных участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, не будет завершено до истечения срока действия договора. Тогда заключается договор на срок до 3 лет и применяется повышающий коэффициент строительства. Все вопросы, которые касаются земельного законодательства, там все, что касается устава, но они такие самые знаковые, наверное, которые требуют погружения, то есть в тему и очень внимательного отношения. Потому что жизнь нужна по правилам, по закону, и тогда все у нас получится. Вот по этим и руководствовались, чтобы на этом заседании. Ну и плюс не может быть каких-то маленьких вопросов. Те же конкурсы, по которым идет налоговый вычет, тоже важны, потому что это действительно имущественные интересы наших победителей затрагивают. Вопросы, которые связаны с, скажем, антикоррупционной политикой и с ограничениями депутатов в части их поведения, там и декларирование своих доходов тоже важны, правда? Евгений Геннадьевич поблагодарил депутатов за плодотворную работу. Следующее заседание городской думы состоится уже в следующем году. Ирина Волокитина, Дмитрий Сверид, программа «Время местное». В субботу состоялось очередное дежурство по городу. На этот раз это был житель города Игорь Букин. Он представитель некоммерческого партнерства «Гаражный союз». Объединение горожан решило построить для себя капитальные гаражи. Члены союза приглашают и других лабутнанцев. Дарья Самородова расскажет подробности. На горячей линии впервые принимают звонки Игорь Букин. Основная тема разговора дозвонившихся – строительство капитальных гаражей на территории города. Игорь Николаевич создал некоммерческое партнерство «Гаражный союз». Теперь этим вопросом занимается основательно. Именно он предлагает владельцам временных гаражей вступить в партнерство, в кооператив. Это быстро, надежно и недорого. Пока изъявили желание 15 человек. Надо сказать, что председатель принимает заявление с часу до трех каждую субботу в 139 кабинете в здании администрации. Гаражане очень слабо активные у нас. Хочется, чтобы поактивнее участвовали. На каждое заявление я ставлю порядковый номер, чтобы потом не было никакой путаницы. Кто первый заявился, кто в середине, кто последний. Пусть обращается. Если гараж действительно нужен, надо как-то ускориться. Потому что в середине января, скорее всего, торги пройдут. И, возможно, выиграем эту площадку мы. И нужно будет уже заниматься. Уже нужно будет вкладывать средства на проектную документацию. Но основные средства нужно будет уже вкладывать по весне. Во время дежурства гаражане интересовались, когда начнется строительство, из каких материалов будут возводиться гаражи. Первая строительная площадка развернется весной по улице Обской за спортивным залом «Юниор». На перспективу рассматривается территория по автострадной. А пока Игорь Букин собирает коммерческие предложения от строительных фирм. Материалом для возведения гаражных боксов будут сэндвич-панели, которые установят на бетонные плиты. Всего в этот раз дежурному по городу поступило 4 звонка. Один из них касался отлова бородячих собак. На него жительнице города сразу был дан исчерпывающий ответ. Вся информация была передана подрядной организации. Кроме того, заявки по отлову бородячих собак принимаются в ЕДДС-112 в круглосуточном режиме. Дарья Самородова, Сергей Антропов, программа «Время местное». На Ямале продолжается акция «Теплый день», которая стартовала 24 ноября. А в минувшие выходные все, кто решил поделиться теплом, приносили заранее выбранные на интернет-портале акции подарки, которые потом отправятся адресатам. В этом году на Ямале исполнится рекордное количество новогодних желаний – 1200. Традиционное участие в мероприятии принимают глава региона, руководители органов исполнительной власти, трудовые коллективы, школьные классы, ну, конечно, семьи. Для ямальцев делиться теплом своих сердец уже давно стало не то, что доброй традицией, а делом чести. Окружная акция объединила свыше тысяч неравнодушных людей, которые готовы исполнить заветные желания тех, кто в этом новогоднем чуде особенно нуждается. В окружной столице одним из первых почетную миссию «Зимнего волшебника» исполнил глава региона Дмитрий Артюхов. У нас было ред подарков. Замечательно, давайте. Спасибо большое, Дмитрий Артюхов. Благотворительной инициативе окружного молодежного парламента уже шесть лет. За это время жители холодного Ямала разделили тепло своих сердец и исполнили мечты более трех тысяч человек. Детские желания всегда очень разные. Мягкие игрушки, куклы, машинки, конструкторы, современные гаджеты. Смысл Акса очень простой. Ребята формулируют то, что они хотели бы получить. Это спортивная форма, велосипед или ноутбук. И человек выбирает сам на сайте, кому он хочет оказать в этот теплый день подарок. Поэтому здорово, что на Ямале столько людей, желающих принять участие в этом. И акса с каждым годом растет. Марина Шкребко – жительница Лабытнанги. Ее по праву можно назвать профессиональным благотворителем. Дело в том, что Марина не может оставаться безучастной к проблемам людей. Тем более детей. Она завсегдатой во всевозможных хосписах, детских домах и приютах. Которых, к сожалению, так много в России. Очень приятно осознавать, что в нашем городе очень много людей, которые присоединяются к данной акции, приносят деткам подарки. И, наверное, хочется немножечко ребенка порадовать. Потому что это очень здорово, когда есть возможность на Новый год преподнести ребенку подарок. Буквально за час елка детских желаний была заставлена подарками. Лабытнанские добродетели сами выбирали, кому из детей подарить веру в новогоднее чудо. Депутат городской думы Олеся Малахинская к исполнению детских желаний подошла с особым трепетом. Ведь не каждый день удается почувствовать себя крестной феей, как в сказке «Золушка». С радостными, наверное, с такими же, как я в детстве получала эти подарки. Очень ждала их и ждала этого волшебного, чудесного праздника. И мне хочется, чтобы детки, для которых мы подготовили эти подарки, а эти детки все-таки с особенностями в развитии, чтобы для них этот Новый год был таким же чудесным, волшебным, запоминающимся, таким теплым, приятным и радостным. В благотворительности должен быть всегда момент нашей жизни. И, наверное, самый подходящий момент – это как раз Новый год. Потому что такая благотворительность – это действительно чудо. И, в частности, сегодня это новогоднее чудо. Совсем скоро это новогоднее чудо уже исполнится для 130 лабутнанских детей. В канун «Волшебной ночи» актив Молодежного совета при главе администрации порадует юных адресатов долгожданными подарками. Кстати, в теплый субботний день маленькую благодарность в виде сердец получил каждый из добродетелей. Много сердец в варежках вам. Спасибо за тепло. И передайте всем благотворителям спасибо от нас. Спасибо. Праздничное настроение продолжилось в Молодежном центре. Активно инициативно устроили предновогодний бум для лабутнанских детворы. Мальчишки и девчонки, а также их родители в субботний день смогли проявить себя на творческих мастерских, поучаствовать в экологическом мини-квесте и вдоволь натанцеваться. Помимо развлечений на праздники была организована благотворительная ярмарка. На благотворительной ярмарке представлены многочисленные работы лабутнанских мастериц. От разнообразия товара глаза разбегаются. Вязаные изделия, праздничные наборы из мыла в виде шикарных букетов и символов Нового года, мягкие игрушки, лоскутное одеяло. Пройти мимо такой красоты было сложно. Для нас вообще большая честь поучаствовать в данной благотворительной ярмарке, потому что часть денег, в которых мы соберем в данной ярмарке, пойдут на лечение детей. Предновогодний бум объединил здоровых деток и с особенностями здоровья. Идею проведения яркого праздника поддержали общественная организация «Дари добро» и реабилитационный центр «Жизнь». Главная задача – показать ребятам, что жизнь прекрасна, даже несмотря на их врачебные диагнозы. В общении между собой у мальчишек и девчонок не было никаких ограничений и границ. Они стирают рамки и границы, они учат наше общество, наших детей с юных лет принимать что-то нестандартное, ненормотипичное, не боясь, изучая, и учат их соседствовать с этим, жить совместно и участвовать вместе. Волну позитивного настроения подхватили и эко-мировцы. Маленьких почемучек они познакомили с деятельностью своей эко-организации. Рассказали детям, почему так важно беречь природу и заботиться об окружающей среде. А вот самые творческие личности смогли проявить свою фантазию в бумажной мастерской. Мы на мастер-классе делали маленьких снеговичков. Это будет хорошая подарка к Новому году. А тоже придумал, кому подаришь? Деду Морозу. Два часа детского веселья прошли на одном дыхании. Идейным вдохновителям предновогоднего праздника удалось создать для детей особую атмосферу и наполнить день творчеством, танцами, ну и, конечно, играми. Куда же без них. Про инновации и открытия ярко и доступно в минувшие выходные. В спортивно-здоровительном комплексе «Снежный» прошел Всероссийский фестиваль наук «Наука 0+. Это событие было рассчитано как на самых маленьких, так и на взрослых лабутнанцев. Моя коллега Кристина Мякуш расскажет подробности. Привычная для жителей семилистов неспортивная площадка на два дня превратилась в научный центр. Ведь именно здесь будущие ученые поделились своими первыми открытиями, доказывая, что невозможное возможно. И кто знает, может, именно они сделают открытие мирового масштаба. От всей души хочу пожелать участникам в этой небольшой установке. Конечно, будет здорово, если в дальнейшем кто-то из вас станет исследователем в практике. Но даже если кто-то из вас захочет более улюбленно изучать отдельные предметы, то мы будем считать, что цель данного фестиваля достигнута. Просто о сложном. Именно так рассказали о науке участники фестиваля. Как сделать вулкан своими руками, изменить цвет сока и многое другое можно было увидеть в лаборатории химических веществ. Участие в таких фестивалях помогает не только узнать много нового и интересного, но и определиться с выбором будущей профессии. Наша станция называется «Северное сияние». Здесь мы рассказываем про фруксическую косметику, про масла. В особенности мы делаем саше, это ароматные пакетики с травами. Еще мы делаем жидкие духи и твердые. Жидкие духи мы свеживаем в два аромата и добавляем в масло пачули. Очень вкусные духи, очень сильно раскрываются. В саше, например, в Ванчайе находится целую форму таблицы Менделеева. И вообще вся наша станция после 16 до 50-летия таблицы Менделеев. У нас вообще классный детский в школе. И вот мы пришли сюда, мы думали, это будет очень интересно, какой-то опыт получить. Я, моя подруга, планирую пойти на химиков, на биологов. На фестивале наук можно было не только узнать много нового и интересного, но и на память о фестивале сделать сувенир своими руками. Я сделала из 3D ручки вот такой плот. Его можно повесить на ниточку и одевать. Это значит железо. Зажигательные научные шоу, экзотическая молекулярная кухня, интерактивные площадки, увлекательные мастер-классы и научно-популярные лекции. Все это всероссийский фестиваль «Наука-0+,», который не оставил равнодушным ни одного посетителя. Кто знает, может быть, через десяток лет именно наши юные исследователи сделают мировое открытие в области химии, биологии или инженерии. Кристина Мякуш, Григорий Волков, программа «Время местное». Среди лабытнанцев немало талантливых людей. Многие из них радуют своим творчеством, устраивая концерты и различные мероприятия. Накануне выходных поэтесса, член Союза писателей России, Автор гимна города Семилиствинец Вероника Богданова на музыкально-поэтической гостиной в детской школе искусств представила публике свой сборник «Адамовский алфавит». Альмира Новоселова продолжит тему. Аристократка, умница, красотка, надменный взгляд, осанка и повадка. Наш разговор был из намеков сотка, но я проста, а ты аристократка. Женщина глазами мужчины – основная мысль сборника «Адамский алфавит». Многогранность представительниц прекрасного пола вдохновила Веронику Богданову на его создание. На каждую букву нашлось свое определение. Новые стихотворения поэтессы рождались после ее участия этой весной в фестивале Ямальской книги. Мне всегда говорили, что когда у тебя будет алфавит, у всех поэтов есть, у тебя нет. И я не могла понять, на какой основе все это сделать. И потом вдруг крутилось первое стихотворение на букву «А» – аристократка. И потом я поняла, что это будет о нас, женщинах, но так получилось, что глазами мужчины. Любой поэт, о чем бы он ни писал, говорит в своих стихах о любви, считает Вероника Богданова. О любви к родине, семье, женщине или природе. Для любого творческого человека, в любом случае, вдохновитель – это мир вокруг. То есть человек всю свою жизнь, а мир, он неисчерпаем. В нем столько проявлений, столько нюансов, что можно каждый день, просыпаясь, видеть его по-новому. Я сегодня шла, например, увидела там снежинку какую-то, остановилась, посмотрела, глаза подняла и поняла, что луна там огромная такая сегодня, золотая, полная, просто удивительная. То есть просто мир, действительно, видеть мир, мы его разучились видеть. Мы как-то привыкли все уже, все набегу, набегу, серая суета, будни. И вот хочется иногда все-таки остановиться и немножко оглянуться, оглядеться вокруг себя и увидеть мир. Давайте вместе его видеть и восхищаться. Талант поэтессы недавно был признан на Всероссийской премии имени Мамина Сибиряка за книгу стихотворений «Танцы на крышах». А также именные ее произведения высоко оценили члены жюри при выборе слов гимна города Лабытнанги. Насладиться творчеством, услышать рифмованные строки из уст автора мог каждый желающий. Один из самых верных и преданных читателей – супруг Вероники Николай Богданов. Я полностью ее поддерживаю, как только могу. Я, наверное, как раз в такой сравнении являюсь той каплей, которая капает, что надо, 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 надо выходить на другой уровень, надо развиваться дальше. И очень большое желание, чтобы, скажем так, из статуса местной поэтессы это переросло в более высокий статус. А есть стихотворение, которое на МАП? Да, но его нет ни в одном сборнике. Лично ваш? Только мое, когда мы познакомились. Только мое. Я ее никому не озвучиваю, извините. Безумно ее люблю. Восторгаюсь, восхищаюсь. И сегодня только вот разговаривали мы на работе, я говорю, ну надо же, ну как так можно вообще? Ну я не знаю, у меня вот просто нет слов, как можно. Тут вот три предложения не скажешь, а тут пишут такие стихи содержательные, проникновенные. Я часто плачу, когда я читаю стихи, я часто плачу. Дай Бог ей здоровья. Добрые слова от читателей – это хороший повод для создания новых произведений. Альмира Новоселова, Сергей Антропов, Николай Снегир, Евгений Садыков. Программа «Время местное». Минувшая суббота была очень насыщенной самыми разными событиями. В парке «Юбилейный» родителям с детьми предложили игры народов севера. А на площади Владимира Наком состоялось открытие ледового городка. С подробностями мой коллега Дмитрий Мавдрик. Хорошая погода, детские конкурсы с северным колоритом и счастливые лица малышей – вот залог отличной субботы. Именно такая атмосфера царила в парке «Юбилейный», где местные дети пробовали перетягивать палку, забрасывать кольца на рога оленей и не только. Поводом для мероприятия стал день рождения Ямала. Я хочу напомнить о том, что совсем недавно, 10 декабря, прошел праздник, это день рождения Ямала. Мы живем здесь, поэтому любим свой Ямал, стараемся развивать, прививать деткам любовь к культуре, к нашей разнообразной, но непосредственно национальной виду спорта. Это мое любимое направление. Я стараюсь и в детском саду прививать, и развивать детей в этом направлении. Они уверенно прыгают через нарт, играют в различные игры. Все это интересно, поучительно, ну и, конечно, это здоровье. А вечером на открытии рядового городка было по-настоящему жарко. Красочное огненное шоу, от которого все зрители были в восторге. После представления с участием сказочных героев и символа года грядущего, еще сильнее разогрели гостей. Финальной точкой стало поздравление от жителей семи лиственниц друг друга, всех ямальцев и россиян с Новым годом. С Новым годом, Россия! С Новым годом, Емал! С Новым годом, Новый странник! Лабытнанцы еще долго не расходились, фотографируясь и делясь впечатлениями от ледового городка. Замечательный ребенок, вот в восторге. Не можем забрать домой уже, да. Все нравится ему. На самом деле городки каждый год все лучше и лучше. Не устаем радоваться. У меня вон племянница уже десятый раз обкатывает одну и ту же горку. С удовольствием ходим всегда. Приглашаем всех горожан в ледовый городок и напоминаем, что бережное отношение к нему сохранит построенную сказку надолго. Хулиганов же предупреждаем, городок находится под видеонаблюдением. Дмитрий Мавдрик, Евгений Садыков, программа «Время местное». К новостям спорта. Ледовый центр «Авангард» в субботу и воскресенье принимал игры ночной хоккейной лиги. Дивизион 40+, регион «Запад». Круговой турнир. Репортаж Андрей Симоненко. В хоккей Лабытнанге и Салихард играют давно. Регулярно ездили на товарищеские матчи друг к другу. В очередной раз встретились на льду, который для нас домашний. А значит, должны и стены помогать. Первыми шайбу забили хозяева после сбрасывания в чужой зоне. Наш «Кристалл» вел в счете половину игры. Но к середине второго периода Салихард сравнял 2-2. Бой идет. Не знаю, ну это постоянный наш соперник. Мы идем шайба шайбу все время. Я думаю, что разорвем в третьем. По игре наши смотрятся красивее. Надо забивать. Все возможности испытываем. Используем. Все прекрасно. Кто должен победить? Конечно, наши. Кто еще? В этот момент Салихардский-Абдорск забил третью шайбу и вышел вперед. К концу второго периода на табло счет 2-3. Мы проигрываем одну шайбу. На самом деле, после первого ввели 2-1. Немножко дезорганизовались в конце. Начали индивидуально брать на себя. И поэтому я считаю, что игра пропала командная. Но сейчас мы ее вернем обратно и должны выиграть. Постараемся сделать все, что можно. Пока ничего не получается. У нас в оборонке некоторые провалы есть. Немножко ошибаемся в отборе шайбы. Даем развить атаку. В принципе, есть броски, есть возможности. Моментов очень много. Игра обоюдно равная. Но постараемся еще сделать получше. Это первое соревнование в нашем авангарде. Гости тоже здесь впервые. И им у нас нравится. Первый раз на этой арене. Классный лед. Вообще классная арена. Все здорово. Очень хороший, качественный лед. Замечательный. Игра идет своим чередом. Видите, есть борьба, есть напряжение, есть моменты, есть реализация, есть провалы. Все есть. Игра, я думаю, нравится болельщикам. Она очень динамичная, на мой взгляд. Третий период для нашей команды был неудачным. Забили одну шайбу, а пропустили три. Итог 3-6. Победа Абдорска. Андрей Симоненко, Евгений Садыков. Программа «Время местное». В воскресенье на льду авангарда состоялась вторая игра нашего «Кристалла». На этот раз с Салихарским восходом встреча закончилась ничьем 3-3. А любители футбола опробовали поле нового спортивного комплекса «Полярный», на котором продолжились игры за «Полярной» лиги, стартовавшей 30 ноября. В ней принимают участие команды «Лабытнамги» с Салихарда приуральского района. Всего 19 команд. До апреля пройдет 180 матчей. В зависимости от рейтинга команды разделят на две лиги. Золотую – 9 команд и серебряную – 10. В третьем туре сыграли «Заполярье» и «Ямал-Лабытнамги» 2-0 в пользу «Ямала». При Урале из Оксарки выиграли у Салихардского «Сокола». Далее Рубин 4-2 победил «Маяк». А «Восход» проиграл «Факелу» 1-3. Последние четыре команды представляют Салихард. В воскресенье Рубин выиграл у «Восхода», «Маяк» у «Сокола», а «Факел» у «Авангарда». Это была последняя информация выпуска. Я благодарю вас за внимание. И напоминаю, что все наши новости доступны в интернете на нашем официальном сайте www.lbt.tv.ru, в группах ЛТВ, во всех популярных социальных сетях и на портале YouTube. Подписывайтесь и будьте в курсе событий. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Ветер юго-западный 3 метра в секунду.